Всем привет, с вами Тексас и уже завтра в 4 утра по Киеву, в 5 по Москве начинается первый мажор в сезоне Куала Лумпур Мейджор. И что важно, что у нас будет запущена своя фэнтези лига и тут будут реальные призы. Здесь не ловла в компендиуме, это круче. Все подробности в описании, ну а сейчас я подробно расскажу о том, как это дело будет работать и заодно дам предикты на первый игровой день. Погнали! Участвовать в данной лиге довольно таки просто. Переходим по ссылке в описании и выполняем простые пункты. Для начала нужно добавить бота, либо же залогиниться вот здесь сверху. При этом если вы добавляете бота, то вам бот пишет в личку для предикта на каждый день и это удобнее, потому что вы не пропустите свой прогноз на очередной день фэнтези. Выбор фэнтези по той же схеме, как было в компендиуме. То бишь два игрока core позиции, оффленер и два саппорта. И вы можете смотреть предикты каждого таланта прямиком на сайте, при этом мои предикты тоже там будут указаны. Но в видосе будет подробнее, так что рекомендую все же и видео слушать. Возможно у вас будет чутка иное мнение от моей статистики. Формулу набора очков вы можете увидеть на экране. Здесь классическая формула фэнтези. В рамках матча Best of 3 не имеет значения сколько карт сыграла команда, то есть считается две лучших карты. Ну и конечно самое вкусное это вознаграждение за ваши прогнозы, а не реальное. Это 1000 долларов каждый день от спонсора, плюс призы от гос.у.аи. А это первое место игровое кресло Warp Z, плюс премиум подписка на полгода. Лучшие три игрока получают подписку на полгода премиум на ресурсе гос.у.аи. Топ сотня получает 5 долларов в стиме, плюс подписку на месяц. Ну и если ты будешь в 10%, то премиум подписка на месяц. Подробный свод правил доступен по ссылке в описании. Вот таким образом выглядит панель, где можно будет поставить вашу фэнтези команду. При этом карточки фармить не нужно, они здесь все есть. Для получения вознаграждения за спецноминацию, нужно выполнить условия, которые будут указаны в нашем телеграме GabenBet. Ссылка снизу. Для того, чтобы поставить карточку, нажимаем карточку и выбираем необходимого игрока. Как я говорил ранее, здесь доступны пики талантов на каждый день. Так что вы можете подсмотреть, кто и что поставил на определенный день. Для того, чтобы объяснить пик на завтра, для начала нужно объяснить, какой формат проведения. Как я говорил ранее, не важно, играет команда 2-0 или 2-1. Важно, чтобы сейчас я угадал, какая команда завтра играет 3 матча Best of 3. То есть, нужно угадать, какая команда выйдет со 2-го или 3-го места. Группа А. Я думаю, что здесь явные фавориты это Team Secret. Ведь команда взяла уже целых 2 турнира. PvP eSport Championship и также ESL. Да и выступление в группе на ESL у Secret было очень успешным. 8-2, для тех, кто не помнит. Команда J-Storm из Америки. Это команда, которая подписала организация, когда парни из коллектива March Out of Army смогли взять третий слот на Куалумпур. Ну и не забываем о том, что Ninja in Pijamas играют с заменой. Да, замена сильная. Да, это майнд контрол. Но все-таки замена, она и в Африке замена. И по моему прогнозу, я думаю, что Payne выйдут со второго места. И учитывая то, что для этих команд я прогнозирую завтра 3 best of 3 матча, нужно ставить игроков из этих коллективов. А также завтра играет группа B. EG, Vichy Gaming, TNC и Aster. Вот такие команды здесь играют. И сейчас Сумаил доехал на турнир. Но несмотря на это, я все же думаю, что первое место в группе за командой Vichy Gaming. Эти парни очень хорошо выступали на ESL. Они вышли 8-2 из группы А. И дошли до гранд-финала по винарам. Так что я думаю, что Vichy все же должны здесь не подкачать и тоже хорошо исполнить в группах. Мне довольно сложно назвать аутсайдера, ведь и TNC, и Aster могут показать хорошую доту. И мне сложно предсказать, какая команда будет четвертой в группе B. Но я уверен в том, что EG завтра сыграют 3 best of 3 матча. Так что стоит поставить игроков и из этой команды. Ну и теперь давайте я назову свою фэнтези команду на завтра. Я ставлю Vichy и Сумаила на корах. Я уверен в том, что завтра у EG будет 3 матча. И Сумаил стабильно набирает хорошо. При этом я все же поставлю кора команды из Payne Gaming. Потому что парни из коллектива NIP играют с заменой. И все же лучше ставить команду, которая выйдет со второго места. По моему мнению, второе место в группе А будет для Payne Gaming. В оффлейн я поставлю S4. Он стабильно набирал поинты во время Ти-8. И я уверен в том, что и здесь он покажет хорошую доту. В принципе, можно поставить Тава или Майнконтрола. Майнконтрол неплохо набирал поинты во время Ти-8. Но все-таки команда подсдала. На старте сезона и не смогла пройти на данный турнир. Потому что отказались играть матчи на миноре. На позицию саппортов я поставил Флая и Кингерди. Во время Ти-8 было подмечено, что все-таки лучше ставить саппортов пятой позиции. Но все же Кингерди весьма неплохо себя показывал на Ти-8 и набирал стабильно хорошо. А вот Мизери все же многовато умирает. При желании, в своем прогнозе, вы можете заменить одного из саппортов на ППД или Саксу. Парней из команды Ninja in Pijamas. Но я считаю, что данный прогноз наиболее оптимален. И уже завтра узнаем, насколько он будет успешным. На этом, в плане Фэнтези, на 9 ноября все. Также я там буду писать свои подсказки в плане Фэнтези Лиги. Так что обязательно подпишись и будь первым, кто узнает мои предикты. Как я говорил ранее, старт матчей уже в 4 утра по Киеву и в 5 по Москве. Так что всем приходить, всем быть, посмотрим дотку с самого утра. Завтра не играют команды из СНГ, но все же будет много классной доты. Так что оформляем подписку на канал и нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить уведомления старта трансляции. Напиши в комментарии, будешь ли ты участвовать в Фэнтези Лиге. И заодно пиши свои предикты, возможно ты тот еще аналитик. Ну и пальцы вверх тоже нужны, с вами был Тексас. До связи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»!